Ну что, ребят, большой вам привет! Сегодня мы вместе с вами буквально немножко поиграем на моём Таунхолле 7 в рамках рубрики «Без права на выбор», потому что, как лично мне кажется, такого не было довольно давно. Покатаем каточки, ну и в целом посмотрим, что же у нас из этого получится. Ах да, ребят, сегодня мы будем играть драконами. Чё-то как-то не знаю, в последнее время меня потянуло на драконов, потому что вчера на втором канале был ролик по Клэшу в Клансу, где мы с вами отыгрывали на Таунхолле 8 миксом с дракошками, а сегодня, прям вот видите, на основном канале выходит ролик тоже по драконам, но не знаю, чё-то как-то решил поностальгировать и немножко этими самыми крылатыми братками поиграть, ну и в общем глянуть, что из этого получится. В общем, ребята, если вдруг кто-то из вас не в курсе, то рубрика «Без права на выбор» что из себя подразумевает? А подразумевает она из себя то, что мы должны нападать на первую базу, которую нам даёт игра. Без права на выбор, естественно. Поэтому давайте, в принципе, ребята, время тянуть не буду, нажимаю на кнопочку подбора и кто же это может быть? Ну, я ставлю... что это будет семёрка? Не знаю почему, но мне почему-то так кажется. Нажимаю на подбор и это, ребята, у нас становится... ну давай, кто? Да, ребята, как вы сами видите, я угадал, и при том ещё и семёрка с одной ПВОшкой на апгрейде. Ну, короче, ребята, это изи катка, серьёзно, если посмотреть на его прокачку, тут как бы всё становится понятно, могу даже не заморачиваться. То есть, видите, беру абсолютно, ну, не напрягая, сбрасываю своих драконов, потому что, ну, трёшка здесь оформится уже в любом случае. Ну, простенькая, ребят, база как ни крути попалась. Я даже, знаете, что юнитов из крепости клана, а именно вот этого вот дракона пятого левела, да и, наверное, короля тоже юзать не буду. Хотя вот насчёт с королём я ещё подумаю, потому что мало ли... Хотя нет, давайте и короля даже юзать не буду, пускай чисто драконы летают и эту базу рубят. В принципе, помимо того, что ПВОшка находилась на апгрейде, сама по себе база тоже как-то не шибко прокачанная, потому что башни лучниц довольно слабенькие, Теслы тоже не на максимум прокачаны, ПВОшки, которые здесь были, тоже были довольно слабенькие сами по себе, поэтому, как я сказал ранее, ничего сверхъестественного и сверхсложного эта база как бы вообще, ну, не представляет из себя, потому что простенькая по прокачке, простенькая по дефу, ну и ломать её также крайне простенько, то есть буквально за минуту 20, минуту 30 мы тут уже, я вам гарантирую, справимся, поэтому просто сейчас берём и именно наблюдаем за происходящим. 88% уже смогли выбить с базы, сейчас уже будет поболее, да, как видите, планка в 90% уже давно побита, ну и, собственно, сейчас мы с вами просто должны добрать с этой базы трёшку, что мы, в принципе, и делаем. Ну и, как я и говорил, за минуту 20, грубо говоря, эту базу мы с вами просто-напросто благополучно разламываем на трёшку. Ну что, ребята, собственно, как говорится, начало положено, всё готово, слушайте, а я такого ещё не делал, вы понимаете, да, я о чём? Я, как бы, сейчас даже на паузу ставить не буду, и мы сразу же отправимся во вторую атаку. Раз уж мы не потратили драконные скрепы стеклана, то, соответственно, мне ничего в плане запроса не нужно сейчас кидать. Молнии готовы, юниты сварились, король, ну, как бы не был тронут, потому что я его даже не высаживал. Ну, прикольно, слушайте, ну погнали, окей, так даже гораздо проще будет. Опять же, ребята, нажимаем на кнопочку «Подбор», а вот сейчас будет восьмёрка. Вот почему-то такое у меня впечатление складывается, вероятнее всего оно ошибочное, но сейчас глянем. Всё, отпускаем, и это у нас, это опять же семёрка, тоже по прокачке не особо-то и сильная. Кстати, русскоязычный игрок нам тут уже попадается, как мы с вами видим по нику. Ну и давайте нападём, так, две пвошки в центре у него, а где третья? Так, друг, почему я у тебя не вижу третью пвошку, что за дела? Слушайте, странно, у противника почему-то нет третьей пвошки на базе, реально как-то, ну, необычно. Ладно, давайте, допустим, сломаем эту нашими тремя молниями, как мы с вами это и привыкли делать, и после этого я просто-напросто беру и разбрасываю драконов именно здесь, и сейчас будем благополучно из этой базы оформлять трёшку. Ну, сами ребята видите, ничего сложного в плане противников нам тут не попадается, но, ребята, извините, рубрика без права на выбор, я здесь вообще как бы не могу на это дело повлиять, ничего перезаписывать я права не имею, потому что это тогда уже будет не совсем честно, как бы, по отношению к нашей рубрике, поэтому, что игра даёт, то и ломаем. То есть, как бы, без права на выбор, напоминаю вам, в который раз. Собственно, 57% уже с базы мы с вами взяли, сейчас уже будет отметка приближаться к 60, 50, да, 59, 61, всё, отлично, и вторая двушка, кстати, сейчас, вторая звёздочка, именно сейчас тоже будет выбита, отлично, вот уже двушечка присутствует, ну и на данный момент с базы мы взяли 71%, 73%, 75%, что является тремя четвёртыми от всей-всей-всей базы в целом. Слушайте, ну реально очень классно проходит сегодня атаки, вообще я буду орать в голос, если мы сейчас вернёмся на базу, и драконы опять же будут готовы, но не, я не думаю, что они буквально за сколько, примерно, сколько у нас времени-то на эту атаку шло, ну минуты две максимум, там, на всё про всё, я сомневаюсь, что за две минуты они бы сварились, поэтому на базу мы возвращаемся, и драконы у нас только довариваются, да, как мы с вами видим, буквально три минутки ещё нужно будет подождать, хотя, возможно, и меньше, подождите, три минуты на дракона, получается девять минут в общей сложности, ну буквально минуты две нужно подождать, пока они сварятся, и в принципе, ну, не знаю, слушайте, а что если реально на паузу не ставить, посидеть вам о чём-нибудь, порассказывать, чтобы реально одним дублем записать у меня такого в жизни не было, это будет очень прикольно, и знаете, что самое приятное, что вообще никто не будет, как бы, усомнён в том, делаю я, как бы, знаете, такие моменты, многие просто могут подумать, что, допустим, когда я ставлю на паузу после атаки, я именно дожидаюсь, пока будет готова именно армия, соответственно, подрубаю запись, как только всё готово, нажимаю на кнопочку «В бой», «Подбор», то есть, меня база не устраивает, я могу спокойно закончить бой, выйти на базу, допустим, собрать ресурсы, чтобы 4 миллиона, допустим, золота было на руках, и, соответственно, как ни в чём не бывало, начать, типа, мол, ребята, вот я только вернулся, хотя на самом-то деле до этого уже там что-то базу нашёл, она мне не понравилась, допустим, была либо очень слабая, была очень сильная, она очень-нибудь из этой цели, допустим, и как бы перезаписываю, как ни в чём не бывало. Чтобы вам доказать, что такого не было, слушайте, а давайте мы реально сейчас посидим и подождём, пока у нас драконы сварятся, я о чём-нибудь с вами сейчас потрещу, я думаю, это будет вообще, в принципе, дистягость, но это прикольно, слушайте, я никогда не записывал «Клэш-а в клан» с одним дублем, это как бы действительно очень-очень интересный опыт, ну, в общем, ладно. Хотелось бы, на самом деле, знаете, что с вами, ребята, обсудить? Именно цену данного микса, как вы сами видите, он у меня неполный юзается, потому что у меня 10 ледяных колдунов в лагерях находятся, я вам уже неоднократно рассказывал причину, почему я их не трачу, но если вдруг кто-то не слышал, то повторю. А буквально через месяц-два или три я планирую записать фан-атаку как раз с вот этими вот десятью, вернее, ледяными колдунами, сейчас их практически ни у кого нет, кроме, ну, таких же, как я, кто решил их просто-напросто, когда они были доступны, сварить и потом, ну, естественно, как вы понимаете, не тратить. Записать такую эксклюзивную фан-атаку, которую, я думаю, очень многих порадует, потому что, ну, все уже про ледяных колдунов забудут, а я вам, так сказать, напомню, поэтому я их и не трачу. Ну и, в общем-таки, ребята, юза, я в своем нападении три молнии и восемь драконов, и все-все это дело давайте округлим, обходится мне в триста тысяч обычного эликсира. Это дорого, серьезно, это очень дорого, но, как мы с вами видим, микс нереально эффективный, и, в принципе, его ценообразование, как бы, оно оправдано, серьезно, оно реально оправдано, и поэтому жалоб по этому поводу у меня нет, и, ребята, еще один микс готов. Так, ну что, погнали, давайте, нажимаю на кнопочку «Подбор» в очередной раз. Ну, сейчас-то точно должна попасться восьмерка, я прям вообще почти в этом уверен. Ну, давайте, посмотрим. Отпуская кнопочку, и это у нас... Это опять семерка, черт возьми, почему мне так, ну, как бы, одновременно и везет, и не везет? Это странно все, черт возьми, это реально странно. Ну, ладно, в любом случае, нападаем. Чего уж нам тут поделать, кстати, ПВОшка тоже на апгрейде находится. Ну, ладно, давайте, я не знаю, как-нибудь именно себе задачу усложню. Давайте, я не буду ломать у него прокачанную ПВОху в центре, а, допустим, сделаю так. То есть, поломаю реально слабенько и залечу как раз со стороны сильной. Хотя это мне, по большому счету, абсолютно никак толком-то не упрощает, ой, вернее, не усложняет задачу, потому что, ну, одна ПВОшка четвертого левела, блин, ребят, ну это вообще не серьезно. Такое дело можно в любом случае вообще спокойно-спокойно поломать. Абсолютно это я вам без сомнений говорю. Так, ребята, опять же, как вы понимаете, не будем тратить мы дракошку нашего Искрепостеклана. Вы сегодня, знаете, прям принципиально его тратить не хочу, пускай там до покраснения сидит, почему бы и нет. Ну и, в принципе, как бы, в любом случае, если там какие-нибудь проблемки у нас будут, допустим, там дракона не будут вывозить, тут они погибнут, там именно погибнут. Я хоба! И своего резервного дракона Искрепостеклана возьму и, собственно, скину. По-моему, задумка довольно неплохая. Ну и вот эта вот дракошка, что находится в КК, пускай там и находится, ну, до посинения именно. Поэтому я как бы не тороплюсь его тратить. Ну и, ребята, черт возьми, это опять абсолютно спокойная трешка. Я не знаю, что мне с этим поделать, но это невероятно фадово выглядит, невероятно необычно. Потому что, ну, я привык, что Clash of Clans это как бы постоянные паузы. Пока найду базу, соответственно, пока именно все это дело пройдет довольно долго. Обычно у меня уходит времени на запись ролика по Clash, а тут как бы одним дублем. Типа, что, Clash of Clans одним дублем записать? Это как такое умудриться можно сделать? Как вы, ребята, видите, можно. Рубрика «Бесправо на выборы» Таунхол 7 с 8 драконами творят реально чудеса. Опять же, ребята, оформляем трешку, как мы с вами видим. Давайте именно посмотрим на наш логбоя. Так, у нас там еще одна партия варится, ну, здесь она уж, конечно, подольше будет вариться. Хотя я до сих пор как бы не против того, чтобы подождать ее, почему бы и нет. Так, ребята, идем в ход атак, и просто посмотрите на это. За 7 минут мы с вами провели 3 боя. Драконами. Это вам не какие-то барбалуки, это вам не какие-то гоблины, немножко гигантов, что довольно варятся быстро. Это драконы, они варятся довольно долго. Плюс еще и дожидаемся заклинания. Без заклинания никуда не идем, и как-то это реально выглядит необычно. Просто, посмотрите, используется просто, ну, так сказать, 1 юнит и 1 заклинание. Это просто 8 драконов, этот самый 1 юнит, и в качестве заклинания 3 молнии. Просто, типа, 2 и 2 вот этих вот составляющих, и все, трешка как бы оформляется. Мы с вами видим 34, 17, 17. Тоже, кстати, забавные цифры, смотрите. 34 с первой атаки мы взяли кубков, а если вот именно просуммировать кубки с наших двух атак, то тоже выходит 34. Это все, походу, магия Бермудского треугольника, там, походу, ребята, да. Я-то думаю, что же за выпуск-то странный получается? Иллюминати? Это они? Я не понимаю, слушайте. Магия чисел, драконы, это все как-то связано, пацаны. Пацаны, девчонки, потому что, ну, это же реально, черт возьми, очень странно. Вы сами все прекрасно видите, что происходит. Драконы у нас сварятся довольно быстро. Я постоянно иду в атаку толком, ну, ничего особо-таки не дожидаясь. Вот эти вот кубки еще намекают на то, что все как бы странно. Очень это странно, чуваки. Я даже не знаю, на самом деле, как можно прокомментировать эту ситуацию, разве что одно слово. Че такое? Это, правда, не одно слово, но, в общем, ладно. Не страшно. О чем бы вам еще таком можно было рассказать? Я просто реально, знаете, принципиально не хочу ставить на паузу, чтобы этот выпуск именно реально записался одним дублем. Это будет что-то реально впервые для меня такое новое, когда летсплей записывается одним дублем. Потому что раньше, да и не раньше, всегда, да, всегда получается, я даже рубрику именно без права на выбор записывал, естественно, разными фрагментами, как обычно оно и получалось. Потому что пока достроится армия, пока можно будет запрос скинуть на юниты в крепости клана, пока там выспится герой, туда-сюда. Проходит определенное время, и в любом случае его нужно подождать на паузе, чтобы как бы ваше драгоценное время не тратить. А тут у нас как бы микс строится довольно быстро, и в атаку мы также довольно резво идем, и в принципе, ну реально очень необычно как-то, я даже не знаю, как прокомментировать это дело. Ну, в общем, ладно. Блин, как-то неудобно, кстати, получается, что-то сидим уже сколько, может минуты две на базе, и вы типа смотрите чисто на базу и слушайте то, что я говорю. Ну, не знаю, на самом деле, в качестве эксперимента почему бы не попробовать это постоянно пауза да пауза, пауза да пауза. Почему вам, допустим, ну, вместе со мной не посидеть и не подождать, пока сварится все это дело, правильно? Я думаю, правильно. В принципе, за все вот это вот время, что я именно записываю ролики по клавишу в кланцу, можно вам, я думаю, и показать, как выглядит вот это вот просто ожидание юнитов. Я думаю, как и у всех оно выглядит. Вы просто тупо сидите в тупую на базе и ждите, пока они достроятся. Если вы думали, что у ютуберов как-то все немножко иначе, типа юниты быстрее, может быть, варятся, там привилеги какие-то, не-не-не-не, чуваки. И нифига подобного. Так же сидим, так же ждем, пока все будет готово, ну и, соответственно, так же нападаем на противника. И знаете, ребята, что мне реально интересно? Будет ли сегодня хотя бы одна, вот, хотя бы реально одна восьмерка? Потому что если целый выпуск будет завязан чисто на таунхоллах седьмых, на таунхоллах седьмых, то это реально какая-то прям вообще аномалия, скажу я вам, потому что кубки, таунхолла седьмые, это же все как-то связано. То есть, гляньте, цифра семь там, цифра тут, а, именно, семерочка, то есть, слишком много семерок, тут 1375, тут 17, тут 17, нападаем на таунхолла седьмые, таунхоллом седьмым, то есть, очень много семерок, как-то подозрительно фигурирует, ну ладно. Все, ребята, армия готова, ну че, вот восьмерка, ну сейчас-то не подкачай, ну попадись, я тебя богом прошу. Ну то есть, ну че тебе стоит? Давай, пожалуйста, восьмерка. Ой, ребята, это реально какая-то магия какого-то бермудского треугольника, но знаете, что действительно радует? Это хорошая семерка, то есть, это самая топовая семерка из тех, что мы сегодня с вами встречали, это действительно неплохо, даже здесь будет, ну как бы вообще не жалко потратить как бы драгоценного дракона из крепостеклана, поэтому давайте. Собственно, ребят, смотрите, че я тут делаю. Я делаю, получается, так, после этого я делаю, получается, так, после этого я делаю еще вот таким вот образом, тремя молниями это дело я выношу благополучно, и после этого начинаю сбрасывать дракошков вот сюда вот именно, ну и дракончика из крепостеклана также не забуду. Все, ребята, теперь нужно просто наблюдать за происходящим действием и, соответственно, молиться на то, что, чтобы наши дракошки как можно скорее вынесли его ПВ-шку. Так, ребята, прожимаем короля, но в любом случае это не помогает ему выжить, потому что валькирии его довольно быстро разбирают, к сожалению, урон у них реально довольно большой, как мы с вами знаем, и поэтому не получилось им, так сказать, уцелеть, ему, вернее, уцелеть от этих самых валькирий. А его товарищи как раз вон стоят живые, невредимые, можно сказать, не, ну, конечно, мы их немножко покоцали, но это не особо значительно было, поэтому такое, опа, сейчас дракончики накостыляют, ребята, раз-два, раз-два и три, все, минус, собственно, у противника вальки залетают. Не, ребят, ну, по большому счету это, наверное, самая интересная база из тех, что нам сегодня именно попадались, но зато часто, серьезно, вот это вот меня больше всего и радует в роликах по рубрике «Без права на выбор», то, что самое главное, все реально, все реально проходит честно, то есть я никогда не мухлюю вот во всем этом плане, то есть не пытаюсь как-то сделать так, чтобы ролик вышел интересный, и, допустим, если попадается какая-то нехорошая, лично, как по мне, база, или очень слабая, или очень сильная, о чем я вам уже и говорил, я не перевыбираю, потому что тогда рубрика теряет абсолютно целиком и полностью свой смысл и свою изюминку, я это не поддерживаю, и вот сегодня вы, ребята, удостоверились, то, что ролик именно такого плана записывается реально, ну, не с одного дубля, сегодня просто так получилось, как-то странно, но в любом случае вы удостоверились в том, что я всегда нападаю именно на первую базу, то есть на реально первую базу, что мне предоставляет игра, поэтому, ребята, какие-то такие пироги. Ну что, я думаю, на этом деле можно заканчивать, вот какой-то такой лампово-домашний выпуск сегодня у нас с вами получился, и надеюсь, вы им остались довольны, потому что я от него остался просто в восторге, такого у меня вообще никогда не было, и это очень интересный опыт получился, серьезно. В общем, друзья мои, большое вам спасибо за то, что вы посмотрели, и большое спасибо за то, что вы мне уделили время. В общем, было очень приятно, данный видосик для вас записывает, желаю вам всего хорошего, счастья, добра, фарма, удачи, всего самого наилучшего. Увидимся, ребята, мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике, ну и, конечно же, на новом стримчанском. Всем, друзья мои, удачи и пока-пока.